Приветствую вас, посмотрел профит ваш, отвечал вам уже я на вопрос, приятно немного встретить клиента, который, которым я уже отмечал и жаль, конечно, что там вы не выбрали мой ответ лучше, но да ладно. Здесь вы пишите, что у вас проблемы с мужчинами, значит, ваш мужчина баловал вас всячески, баловал вас, да, дарил подарки, значит, походами куда-либо, а потом он перестал с вами дружить, потому что не родился того, чтобы вы с ним жили. Теперь вам тяжело общаться с мужчинами, которые вас не балуют. Вы знаете, ну, вопросы вы не задаете, честно говоря. И может быть масса причин, по которым у вас возникла такая проблема. Но если не углубляться в глубины, то можно сказать совершенно определенное, что обычно люди, когда хотят, когда что-то делают для другого человека, они хотят что-то получать. Ваш мужчина, значит, ваш друг, когда он баловал вас подарками, деньгами и так далее, он хотел, видимо, что вы с ним жили вместе. То есть у него к вам были чувства, вы называете мужчину, у которого к вам чувства, моим другом. К сожалению, мужчина, да и друзья, наверное, тоже не будут баловаться подарками, деньгами и походами куда-либо просто так. Вы либо отвечаете им за имностью, либо что-то для них делаете, либо они перестают это делать, потому что они получатали от вас то, что нужно им. И, возможно, дело даже не в том, что вы не захотели жить с мужчиной. Для меня, правда, непонятно все же, почему вы называете мужчину другом, который хотел с вами жить вместе, чтобы вы с ним жили. Ну, совершенно непонятно, но ладно. Дальше. Вот вы получали от него ухаживание, он вас баловал, подарки дарил, там, деньги и так далее. Вы это все получали, но не хотели с ним жить. Возникает вопрос, если вы получали это все от мужчины, то для чего вы это все получали? Вы думали, что это просто так? Предположим, что вам это нужно, вот это вот все, да, подарки, деньги, поход. Ну, если вам это нужно, и если вы не можете получить это самостоятельно, то есть обеспечить себя так, чтобы можно было баловать себя, там, походами, там, подарками и прочее. То логично, что вы нуждаетесь к мужчине. И если мужчина вас балует, то ему нужно что-то получать взамен. А все вопрос, почему вы не согласились жить с этим мужчиной? А если не планировали с ним жить, то зачем принимали от него все подарки и баловство? Ведь вы, по сути, оставили его ни с чем, и сами привыкли к хорошему. Теперь, для того, чтобы вновь общаться с другими мужчинами, которые совершенно не должны вас баловать, вам нужно либо снизить планку, которую сформировал ваш друг, и понять, что другие мужчины просто так для вас делать ничего не будут, либо самостоятельно обеспечить себя тем, что давал вам ваш мужчина. Отдельно мне хочется сказать, что сама постановка вопроса в отношениях, то есть, чтобы мужчина для вас делать все, вы отказываете ему в том, что он хочет от вас, она немножечко деструктивная, потому что, ну, непонятно, каких отношений вы хотите к ключевому мужчину. То есть, вам нужно во избежание таких вот ситуаций сразу обозначать мужчине, что он получит от вас. Например, я хочу с тобой встречаться, я буду проводить с тобой время, но при этом я не буду с тобой жить, я не собираюсь отдавать свою семью, ну и так далее, продолжу список сан. То есть, вам желательно как можно более четко обозначать свою позицию в отношениях, чтобы мужчины понимали, что вот когда они на вас тратятся, что они получат взамен от вас. И вот именно так вам и следует поступать в будущем. Ну, в принципе, думаю, на этом можно закончить мой ответ, потому что, исходя из той информации, которую вы написали, думаю, я сказал все, что возможно. А вопроса никакого вы не задали, рекомендации я вроде бы вам дал. Надеюсь, что помог. Если какие-то вопросы у вас остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Сделаю вам всего доброго и удачи! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!